Маши и Медведю нашли партнеров Маши и Медведю нашли партнеров Анимакорд Займется продвижением сторонних брендов Газета Коммерсант номер 72 23 апреля 2019 года Строение 10 известная мультсериалом Маша и Медведь компания Анимакорд Начнет продвигать на международном уровне Анимационные бренды других студий Первым из них станет Клиа и Друзья Испанской Анимакидченд Лицензия на использование которого Анимакорд Собирается продавать в том числе и в России и СНГ Для российской компании Расширение портфеля логично Но в крупнейших странах Европы Спрос на лицензионные игрушки падает Указывают эксперты Анимакорд Групп Займется продвижением брендов сторонних партнеров Рассказал твердый знак Ее гендиректор Владимир Горбуля Первый контракт заключен с испанской Анимакидченд На мультсериал Клиа и Друзья Анимакорд На пять лет получит права на этот бренд на территории России и СНГ Прибалтике, Восточной Европы и Ближнего Востока Компания планирует продавать право на использование бренда Производителям товаров и рассчитывает реализовать более 50 лицензий в ближайшие три года Уточняет господин Горбуля Клиа и Друзья показывают на ТВ в Мексике и Испании Сериал также доступен в 38 странах на Netflix У его канала на YouTube 3,9 миллиона подписчиков и 1,7 миллиарда просмотров 3,5 миллиарда просмотров собрала на YouTube Серия мультсериала Маша и Медведь Маша плюс Каша ранее Анимакорд Продвигала только мультфильмы своей студии Анимакорд Наиболее известны среди которых Маша и Медведь Основную часть дохода Анимакорд Получает от продажи лицензии и рекламы на YouTube Где общее количество просмотров контента с Машей и Медведем превышает 45 миллиардов по данным MPD До 2018 года мультсериал Маша и Медведь был единственным отечественным проектом в топ-10 по продажам в России лицензий на игрушки В 2018 году его обогнал сказочный патруль студии Паровоз Анимакорд Рассчитывает, что диверсификация позволит увеличить выручку на 30% в перспективе трех лет По данным Выручка ООО Маша и Медведь в 2017 году составляла 350 миллионов рублей Чистая прибыль 50 миллионов рублей по данным профильного международного издания За апрель 2018 года оборот лицензионных товаров Анимакорд По бренду Маша и Медведь в мире составил 280 миллионов долларов сейчас Анимакорд Ведет переговоры еще с несколькими брендами из Северной и Латинской Америки, Европы и Азии Говорит Владимир Горбуля По его словам, компании также интересно сотрудничество со студиями из СНГ для вывода их проектов на зарубежные рынки В перспективе Анимакорд Хочет не только работать с брендами партнеров как лицензионное агентство, но и входить в совместное производство проектов и инвестировать в них Уточняет господин Горбуля Как в Маше и Медведи разглядели российскую пропаганду Расширение портфеля Анимакорд Логичный шаг Одна, даже успешная Лицензия не может расти долго Полагает эксперт рынка игрушек НПД В России Ирина Седова Это единственная российская компания, у которой есть успешный опыт работы с лицензиями на международном рынке А мультсериал Маша и Медведь последние два года входил в топ-50 лицензионных брендов игрушек в Европе Отмечает она При этом цикл жизни лицензий сокращается Им все сложнее удерживать интерес покупателей Указывает эксперт По данным МПД На глобальном рынке игрушки по лицензиям растут медленнее рынка в целом Так, в крупнейших странах Европы Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания Продажи лицензионных игрушек сократились в 2018 году на 11% Тогда как весь рынок игрушек на 5% Поэтому все стараются нарастить доли за счет новых источников контента В том числе благодаря новым платформам Таким как YouTube Доля глобальных студий сокращается А Why Небольших и нишевых есть потенциал роста Резюмирует госпожа Седова AnimaCode Будет продвигать Клея и друзья в тех регионах Где компания уже работает с Машей и Медведем Поэтому решение задействовать ресурс и экспертизу для работы со сторонними брендами выглядит логичным Согласен гендиректор 0plus.media Управляет брендами Мими и Мишки Сказочный патруль Лео и Деки ДР Александр Соблуков По его оценке На рынке мультсериалов Агент в большинстве случаев получает около 30-35% дохода от продаж контента и прав на мерчандайзинг Хотя схема может быть разной и зависит в том числе и от размера агентской гарантии Валерия Лебедева Субтитры создавал DimaTorzok